Уважаемые господа, шановные пановые, вашему вниманию представлен эксперимент по определению возможности нагрева воды, горячей и теплой воды, летом. Это не всесезонная система, она состоит как бы из рамы, которая представляет собой пластиковую конструкцию типа металлопластикового окна, притом она как бы двухслойная. Верхний слой и нижний слой. Внутри покрашенная оцинковка и четыре стальных трубки. Я надеюсь, вам их хорошо видно. А сверху, для того, чтобы не делать сварную конструкцию, имеется в виду не тратить эти тройнички, сверху сделана из пластика ППР. Обычная облачная сварка. Единственное, что вот видно, что за два года места стыка как бы потекли. Но, тем не менее, летом два года подряд я пользуюсь горячей водой и не пользуюсь для ее нагрева газом. То есть, конструкция этого окна позволяет, ну, вернее, этого солнечного коллектора, позволяет мне летом купаться, ну, мыть посуду собственной энергией, полученной от солнца. Дальше, смотрите, конструкция, из чего состоит. Снизу там такие уголки металлопластика, это у вас. Снизу видно, я сливал воду, еще не подсоединена трубка. То есть, как бы, идет нагрев обыкновенный за счет конвекционного, конвекционной циркуляции воды. Вода поступает в бак 200-литровый, который, ну, бэушный, мне подарил мой друг. Он им не пользовался, но тут есть, как бы, маленькая хитрость, вот этот тройничок. Он предназначен для того, чтобы, когда, вот, холодное подается сюда, проходит через тройничок, подается в бак, а горячее выдавливается через вот эту трубку и идет в дом по этой желтой трубке. Трубки эти, ну, скажем, самые дешевые, которые, металлопластиковые, которые используются для теплого пола. Ну, не самое лучшее, что есть. Но эта конструкция мне позволяла летом купаться. Я смотрел, там температура доходила до 40 градусов. Ну, можете мне поверить, наслаб, пирометра у меня нету, да и сейчас февраль месяц, я сомневаюсь, что она нагрелась до такой температуры. Ну, а что касается вот этого тройничка, тут заложена идея, в чем она состоит. Когда не использовал я этот, ну, там особая конструкция, которую я потом как-нибудь расскажу, после того, как попробую получить на эту конструкцию патентно-полезную модель. В чем идея? Вот, когда был простой тройник, то, когда включаешь горячую воду, она начинает вытекать из этой трубы, идет в дом, а холодная начинает поступать. Но так как ей надо через бак подниматься вверх, она идет по маленькому кругу, опять же, на солнечный коллектор, и вначале шла очень горячая вода, кипяток, а потом солнечный коллектор не успел, она по маленькому кругу выходила на горячую. Поэтому для того, чтобы ею пользоваться, приходилось пользоваться кранами, то есть перекрыл этот горячий, ну, как бы солнечный коллектор перекрыл, и тогда горячая вода выходила уже из бака, а не из солнечного коллектора напрямую. Поэтому вот пришлось как бы напрячь немножко извилины и соорудить такой тройничок, который позволил решить эту проблему. То есть там конструкция как бы работает по типу диода. Сюда пропускает и сюда, а обратно не, ну, когда сюда идет, она как бы стопорит. И поэтому не надо мне вручную перекрывать солнечный коллектор, чтобы пользоваться, а просто я включил горячий экран, она начинает вытекать, холодное поступает только в бак, а не в саму конструкцию солнечного коллектора. На этом все, желаю вам удачи. окей.